Что сейчас мы все-таки общаемся уже с людьми, кто работает в SkyWay, для кого это не пустой звук и не пустое значение. Поэтому сейчас, друзья, хотелось бы несколько выводов и то, что происходит на выставке и что сейчас произошло на инотрансе. Вот это, друзья, очень такой важный момент, потому что начнем с, уже я в одном из таких коротких репортажей говорил, кто в Ютубе это видел, но очень хотелось бы акцентировать внимание на реакцию вице-президента. Там пришел первый вице-президент Сименса, стенды рядом, он пришел, посмотрел, Виктор ему сделал презентацию, это снималось даже в эфире, так сказать, соответственно, под нашу камеру. И он интересно так посмотрел, выслушал концепт, посмотрел рельсы, потом задал Виктору вопрос, а когда вы сделаете уже действующий образец, то есть вот на выставке вы показали макет, в принципе, это хорошо, когда можно будет это увидеть в действии? И Виктор ему первый раз так сказал, что это действующие образцы машины, и поэтому они вот прямо в ближайшее время, когда будет закончен монтаж путевой структуры, это ближайший месяц, то, соответственно, они перейдут к ходовым испытаниям. Он был просто удивлен, он думал, что это макеты, все показывают, в основном, там картинки, либо действующие макеты, а здесь идет живой образец, это действующий образец. Потом он уже более, а, он задал первый вопрос, вы откуда, Виктор сказал, что мы из Белоруссии, он спросил, это Раша, он говорит, нет, это Белораша, это Белоруссия. Ну, он так, пожал плечами, потом показали мотор-колесо, рельс, он также задал вопрос, а Юнибус это тоже действующий образец, или это все-таки макет? Ну, что ему сказали, это тоже действующая машина, она с двигателями, она тоже перейдет. Он второй раз спросил, он говорит, откуда вы еще раз, он говорит, нет, Белоруссия, Белораша, он говорит, хорошо. Потом он посмотрел действующую модель, говорит, опоры натянут, про рельсы спросил, ему показали рельсы, которые, ну, там, значит, он говорит, хорошо, говорит, а какие максимальные пролеты может проходить эта машина в городских условиях, соответственно, вы рассчитываете, вот, на какой рынок. Вот, наш штуктор сказал, что мы сейчас монтируем, уже идет изготовление путевой структуры, и там будут 19 опор промежуточных, это через 40 метров, то есть это традиционная эстакада. А обратно возвращаться он будет тремя пролетами, 250, 400 и 250 метров. Вы бы, друзья, видели лицо этого, так сказать, я вам сказал, это без опор, он говорит, да, это одними пролетами, без удорожания, и туда, и обратно путевая структура будет стоить одинаково. Вот, знаете, когда он третий раз спросил, откуда еще раз вы говорите, потом он дал визитку, и сказал, я обязательно хочу быть, когда вы это покажете, на испытаниях, я обязательно буду, обязательно к вам приеду посмотреть. Потому что, друзья, во-первых, когда про Юнибайк он смотрел, и ему там объясняли, что вращением педали это 0,2 кВт, 200 Вт, в принципе, достаточно, чтобы эта машина двигалась со скоростью 60 км в час, а с помощью аккумулятора она будет разгоняться до 150 км в час. Он очень там сказал, да, у вас очень интересно, это новый концепт для нового тысячелетия, экология, фитнес, все правильно, все это как хорошо, вы молодцы, так сказать. Ну, когда он увидел городской трамвай, фактически, он говорит, это трамвай, он говорит, нет, это больше подходит по логике городской лифт. Вот, он тоже, ну, почему стоячие места, потому что скорость 150 км в час, допустим, если взять для такого города, как Минск, то это 5 минут из одного места у другого, поэтому зачем там сидячие места. Вот, поэтому это как раз логика городского лифта, что 10 минут можно постоять, 10 минут, так сказать. Так вот, друзья, когда он понял, что это еще и делается пролетами 250, 400, а еще ему так намекнули, и это не предел, в принципе, будут рассматриваться еще большие пролеты, он, 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 он прям, он говорит, хорошо, что мы с вами не конкуренты. А реально теперь, друзья, если говорить о том, два концепта, каких машин было представлено вообще нового концепта второго уровня на, на трансе. То есть, вы видели уже, что идет монтаж путевых структур уже и для грузовой на большие объемы перевозки, там, под 100-200 миллионов тонн, и скоростные, вы видели и промежуточные опоры, и уже изготовление в цехах ферм, изготовление которых тоже уже начали монтироваться, и, соответственно, в ближайшее время мы это увидим. Вы видели, соответственно, разные направления, то есть, скоростных модулей, которые чуть позже будут выходить, потому что сегодня первый километр, это только разгонное звено, это только разгонный участок для скоростной дороги, потому что дальше надо будет 3, 5, 10, 15 километров для того, чтобы выводить на большую скорость. Сегодня, друзья, наш юнибайк, это вообще новое технологическое направление, которое сегодня входит в мировую отрасль транспортную. И сначала это было не до конца понятно, со временем, потом, когда первой появилась концепция юнибайка, то есть электромобиля, который может приводиться, заряжаться электроприводом. Соответственно, потом экологи очень серьезно к этому подключились, начали смотреть, и особенно вот цифры, которые я давал, вы тоже, друзья, не до конца себе осознаете, ну, отдаете отчет о тех цифрах иногда, которые происходят, потому что не специалисту это не говорит о чем, ни о чем, а специалист либо пропускается мимо ушей, либо не просто не может в это поверить. Так вот, друзья, со временем, когда таких юнибайков будет перемещаться миллиард штук по земле, и там будет сидеть миллиард человек, которые будут перемещаться, так вот, ту электроэнергию, которая и средняя скорость перемещения будет 60 км в час, а это уже почти в три раза, ну, в два раза больше, чем сегодня в городском цикле, вот, а это, друзья, небольшая перспектива, это, там, ну, 5, там, может быть, 12, ой, 5-10-15 лет. Соответственно, для того, чтобы сегодня запитать и той электроэнергии, которая будет выработана для перемещения такого количества людей, понадобится энергия, вырабатываемая 47 атомными станциями проекта Чернобыльской аресты, 47 атомных станций. Так вот, друзья, если бы мы ездили все на автомобилях, миллиард человек, а большинство поездок сегодня-сегодня все-таки ездит один, максимум вдвоем, так вот, когда мы будем перемещаться в юнибайках, при этом крутить педали, за счет своей энергии, занимаясь здоровьем, фитнесом, так вот, мы сэкономим такое количество энергии, которое должно быть выработано 47 станциями. Так вот, а это, друзья, энергия не будет выработана, но она будет потрачена. Вот что самое интересное, потрачена она будет энергией, именно ту с вами, которую мы с вами выработаем. Поэтому это настолько, ну, скажем, там, значимый такой момент, что на него мало кто обращает внимание. Ну и дальше, друзья, тут еще абсолютно такой важный момент, что эта путевая структура очень простая, она очень легко монтируется, и вы видели, когда перед Берлинской конференцией показали монтаж первых анкерных опор, я, друзья, специально два раза на это обратил внимание, что эта анкерная опора, это основа станции, то есть, вокруг которой станция, это ее основа. Так вот, основа, которая выдерживает нагрузки, которые приходят из рельсов, она была смонтирована первая за час, вторая за 20 минут. То есть, скорость монтажа, друзья, настолько быстрая и настолько функциональная, что с какой скоростью это будет строиться по городам сегодня, трудно сказать. Ну и еще один момент очень важный, что буквально перед поездкой мы с одним из наших партнеров обсуждали вопрос о том, какая будет бортовая система информационная, и я буквально перед этим, мне Виктор с Алексеем сбросили статью, я тут посмотрел все разработки, которые идут с IBM, создание искусственного интеллекта, вот, и мне пришла в голову такая мысль, думаю, если у них основная проблема сегодня, это масса, то есть, они сделали эту машину, компьютер, ну, это не компьютер, это даже суперкомпьютер, это совсем другое предназначение электронного устройства, который создает именно искусственный интеллект, IBM назвали его Watson, вот, соответственно, для него нужен объем, большой вес, и это неудобно ему носить с собой, если он у вас либо дома, либо в офисе, значит, надо его перевозить постоянно, вот, и второй момент, что с ним надо индивидуальное пространство, потому что вы с голосом управляетесь информационным миром, вам отвечают также голосом это самое информационное, и для этого надо либо одевать очки и наушники, ну, тогда вы можете только сидеть, вот, либо это должно быть в закрытом пространстве, и в этом плане у меня возникла абсолютно такая мысль, а почему бы наш Unibike не может быть именно основой для такой информационной системы, и почему бортовой компьютер у нас не будет не просто суперкомпьютера, а сверхкомпьютера, тем более, что по технологическому решению, которое выдает сегодня конструкторское бюро, в рельсе зашито оптиковое окно, таким образом получается суперкомпьютер, который сразу соединен с оптикового окно, то есть получается единая информационная сеть, в которой каждый у Unibike является уже мощнейшей информационной системой, причем он закрытый, вот, ну, а дальше продолжение этого разговора, наши партнеры говорят, да, это интересно, можно мы это обсудим там с нашими партнерами, это из руководства IBM, после этого перезванивают и задают вопрос, а сколько вы планируете выпускать этих Unibike, то есть по вашей концепции, сколько их вообще будет ездить, вот, а мы как раз и с Анатолием Дорчим, еще с нашими партнерами обсуждали, и мне почему-то такая цифра легла, и я ее отстаивал, и мы все крутились вокруг цифры 100 миллионов штук в год, вот, логика очень простая, автомобили производятся сегодня 70 миллионов штук во всем мире, наш Unibike более простой, соответственно, он может более технологично, более дешевый выпускаться, и в тот момент он нужен большому количеству людей, ну и третья цифра, которая просто вот мне легла, как основа расчетов, что Илон Маск, который сейчас строит завод, суперзавод по производству комплектов Powerwall, то есть это накопители, которые сделают жилье независимо от проводов, то есть накопительной энергии, он также задекларировал цифру 100 миллионов комплектов в год, которые, чтобы через 10 лет миллиард человек были независимы по энергетике при жилье, ну и вот, соответственно, я из этой логики думаю, почему нам не сделать 100 миллионов штук? Ну и вот, друзья, таким образом, когда они услышали, что это основа для 100 миллионов ватсонов, которые можно поставить, они говорят, мы хотим выйти с вами на переговоры для этого обсуждения, вот, ну, договорились, сначала это была полу, как бы такая шутка, сейчас это уже готовятся серьезные переговоры, этот, в общем, процесс пошел, а дальше, когда еще эта логика пошла, то сегодня и Microsoft, и Google у нас разрабатывает систему искусственного интеллекта, поэтому между ними уже идет конкуренция, а именно платформу, которую делают, естественно, может создать сегодня только Uniby. Ну и дальше по этой же логике, ну, так стали рассуждать, а если мы предложим, допустим, гиганту, мировому гиганту, который производит автомобильные специальные кресла, Recaro, допустим, разработать по нашим стандартам, габаритам кресла, которые мы поставим окном, кто-то, допустим, аудио-видео-систему, то есть это же все может вставать в наше пространство, мы это назвали Mobile Personal Space, то есть мобильное персональное пространство, которое дома, вот сейчас, Алексей, если это поставь, наш Unibyte на картинку, чтобы он стоял, чтобы было видно наглядно, как это будет выглядеть. То есть, друзья, если сверху отстегивающийся мобильный блок, то есть это, соответственно, устройство, где стоят аккумуляторы, где стоят колеса, вот вам зачем постоянно, чтобы это стояло у вас в доме, это отстегивающаяся система, вот, соответственно, только вот это персональное пространство стоит у вас дома, и при необходимости вы по системе лифтов выезжаете, подцепляетесь к мобильному блоку и перемещаетесь куда вам надо. Вот после этого родилась вообще такая мысль, что в принципе мы можем ставить туда огромное количество новых устройств, там, начиная от генератора кислорода, от арама терапии, от ионизации, ну, то есть создать, чтобы персональный микроклимат массажера, выработка электроэнергии с помощью ручного привода, заднего привода, это рабочая аудио-видеобортовая система, то, друзья, это все стало сразу трансформироваться, и понятие юни-байк уже стало не совсем правильно подходить, потому что байк – это все-таки легкое, такое велосипедное устройство, а мы уже сделали такой, ну, чуть ли не супер, с учетом новых материалов, нанотехнологий, там, чтобы он внутри, как космический корабль, был абсолютно теплоизоляционный, то есть были такие предложения уже из Новосибирска, с Академгородка, чтобы стекла были, там стеклопакеты, содержащие там тоже, ну, в общем, там много-много предложений, которые там звучали, вот, а тем более, что еще такая история, Алексей, когда летел, он сам об этом расскажет, потерял свой багаж, вот, и, соответственно, родилась такая идея, что наш юни-байк уже превратился в юни-бэк, то есть это багаж, который везет все свое, ну, естественно, по-русски это еще звучит всегда, все свое вожу с собой, и таким образом получилась логика, что в этом пространстве сосредоточено все, и ваш персональный компьютер, и кресло, и рабочий кабинет, и, соответственно, вы вообще можете в нем перемещаться, вы приезжаете куда-то, теперь встает вопрос, а транспортировка на больших скоростях, когда на большие расстояния, соответственно, это становится купе, которое встает в скоростной уже юни-бус, или юни-лед, вот, вы перемещаетесь со скоростью 500 км в час, и дальше вы можете перемещаться опять по рельсу, таким образом родился новый концепт, и, друзья, мы предложили механизм сегодня, когда это как смартфон, втягивает в себя все приложения, и становится наиболее функциональным потребителю, вот точно так же, друзья, мы создали юни-бэк, который втянет в себя все новые разработки, в каких только отраслях они сейчас будут возникать, и легирование стали, и 3D принтеры, которые будут, вот, таким образом, это сейчас вы как-то сказали летающий, но это у нас тоже был, опять же, на уровне сначала полушутки, когда я посмотрел, приехал в академгородок, и там кабина к вертолету, который стоит, это есть наш вертолет Ка-126, у него сзади кабина для, цепляется для медицинских целей, я задал вопрос, а почему, если у нас верхний отстегивающий блок, почему он не может пристегиваться к вертолету, и летать, как вертолет, соответственно, там, где надо, в труднодоступных местах, если вы хотите прям в своем юни-бэке, куда-то там перемещаться, вот, а дальше встал вопрос, друзья, а если сделать платформу, как джип, то есть 4 колеса с мощными двигателями, вам дать джойстик управления, вы в своем кабине, вы можете ехать, соответственно, куда угодно, а дальше, а если это сделать под парусом, в виде яхты, вы встаете в своем блоке, вы можете в нем плавать, а если это болото, и таким образом, друзья, родилась новая концепция, которая называется юни-мобиль, то есть юни-объединяющие мобильные средства, но что, друзья, очень интересно, и вот это я прошу особенно заметить, что когда наш юни-бэк перемещается по струне, то есть это самая дешевая, самая экономичная система, она еще автоматизирована, то есть там как раз вот то, что все сейчас пытаются создать, систему автоматизированного управления, ее можно задать только на струне. Как только, друзья, вы встановитесь в платформу юни-мобиля, то есть вы полетели, поплыли, к вам сразу приходят все риски, которые есть у автомобиля, то есть риски, которые есть у первого уровня, то, что сегодня все решают, но никто не может решить, потому что вы становитесь участником движения, значит должна быть система безопасности, это и ремни, это и подушки безопасности, потому что не вы въедете, в вас кто-то въедет, это становится движением, и сегодня это движение автоматизировать практически невозможно. И таким образом, друзья, возникает ответ на очень многие вопросы, что все, кто сегодня пытаются создать автоматизированный электромобиль, они все равно должны будут вынуждены уйти на второй уровень, а мы это, друзья, уже сделали, и создали очень простую, и Юницкий дал очень простое технологическое решение с помощью рельсы, которая решает все эти вопросы. Таким образом, наш Юнибэк, он будет, естественно, Юнибэком, пока он будет ехать на пуструне, то есть под съемным мобильным блоком, когда он встанет уже и станет с помощью специализированных платформ автомобилем там или снегоходом, то он становится уже первого уровня транспортным средством, он будет управляться уже с определенным устройством, но он тогда теряет все преимущества, которые дает, ну, не все сказать, конечно, это удобный компьютер, суперкомпьютер с собой, и вообще, то есть удобный на машине, едешь сейчас, вот машина есть, какая бы она хорошая ни была, она стоит во дворе. Вот я, допустим, машину даже всегда убираю из гаража, потому что бензин, все равно запах этот проходит всегда в дом, его невозможно увидеть. А когда у вас электромашина, она заезжает, она стоит в вашем кабинете, вы закрываете, это ваше персональное пространство, и я, как скажу, друзья, я провел эксперимент, ну, вот я проводил репортажи с перископа, кстати, с перископа сказал, забыл включить перископ на этот вебинар. Ну, ладно, друзья, видите, уже, так сказать, это не все, потому что некоторые просили посмотреть, то, что мы говорили, ну, ладно, друзья, пускай, кто хотел, в записи посмотрит. Вот. Соответственно, я, когда проводил эти перископы, репортажи, закрывал персональное пространство, это очень удобно, ничего не слышно снаружи, стекла тонированные, значит, вас не видят, то есть это абсолютно ваше персональное пространство, а с учетом, что оно может экономически перемещаться, как Unibag, оно может перемещаться уже, как Unimobile, то есть в любых средах, которые сегодня есть, вот, то это, друг из себя, родилось очень интересное такое направление, и к этому возник очень-очень большой интерес, и мы даже разговаривали это с несколькими такими руководителями крупнейших компаний, они говорят, да, это будущее, вы, конечно, очень интересную нишу нашли, а с учетом, что это может за счет велотяги запитываться электроэнергией, то есть это интересное направление, и вот это Unibag, объединяющее через новые устройства, это процесс пошел, ну, скажем так, это несколько будущих, и то, что год назад эта концепция была принята в компании вот за полгода, даже месяц, за четыре месяца был изготовлен Unibag, это, конечно, говорит о том, что возможности, и еще, друзья, конечно, изготовлен он на самом высоком уровне, здесь все отметили просто качество изготовления, логистику изготовления, дизайн изготовления, это все на действительно высочайшем мировом уровне, но с учетом, что это новое направление, это дает, конечно, огромные качества. Так вот, друзья, я бы хотел остановиться теперь на второй машине, ведь Unibag, это был как бы изюминка, интересный, потому что все, кто приходили, начиная от руководства Сименса, там, все, кто начинали крутить педали, там, интересно это такое чувство, что все вспоминали велосипед, что есть можно, возможно, когда узнавали, что это 150 км в час, это, конечно, так интересно, все, вот, но, когда заходил разговор о втором, о Unibus, это, друзья, конечно, очень серьезное, то, что сегодня мы делаем именно в городской инфраструктуре, ведь это ответ сегодня на все пробки, на все метро, на все, что сегодня есть в городском мегаполисе, и сегодня никто не может идти пролетами больше 50, 40, 100, 150 метров, это сразу удорожание, резкое удорожание путевой структуры, чтобы было понятно, один километр такого путепровода и стакады стоит миллиард долларов, вот, сегодня уже метро копается с ценой 300 миллионов долларов в Москве, то есть это баснословные суммы, поэтому, когда цена даже не на порядок, а на два порядка дешевле, соответственно, эта логика становится совсем другой, и машина, которая перевозит 14 пассажиров и может ходить со скоростью 150 километров в час и строится в любой инфраструктуре, это как раз было оценено, то посмотрите, репортажи, их обязательно будем показывать, был первый вице-мэр Самара, когда посмотрел, он говорит, это, конечно, очень интересно, это сразу переход через Волгу, там у них 400 метров, это сразу, сегодня у них есть несколько спальных районов, которые просто недоступны, потому что туда мост надо строить, и как только эти решения, это, ну, совсем другой подход, а с учетом, что в экотехнопарке мы увидим, что Юнибайк и Юнибус, они совмещены на одной легкой трассе, и, соответственно, у них универсальная путевая структура, то вообще начинает зарождаться концепт, когда Юнибус сегодня будут решать сегодняшние инфраструктурные проблемы, а Юнибайк будет сначала как развлекательный, как скоростной, а потом переходить в основной сферу транспорта, то есть это как бы два новых концепта, которые сегодня показаны, но с учетом того, вот этой метаморфозы или трансформации нашего Юнибека в Юнимобиль, то это, конечно, вообще новое такое перспективное направление, Алексей вам покажет потом еще ряд направлений, по которому сегодня идет. И в завершение, друзья, чтобы вы понимали, в Экотехнопарке, что в ближайшее время будет продемонстрировано, то есть это путевая структура, которая будет и для легкого Юнибека, и для городского Юнибуса, который может перевозить одной веткой 300 тысяч пассажиров в сутки, друзья, это одной веткой, это соизмеримо с метро, но это очень легко, очень просто, это абсолютно без всякой конкуренции может проходить на сегодняшний момент, можно сказать, любые пролеты. Ну и следующий момент, который там, опять же, нам задали вопрос, что вот, а у вас вот этот Юнибус, он возит только людей или он может возить пассажиров? Мы показали наши проспекты, там везде, снизу есть вариант такой, что возится грузовой блок, вот, и он может возить и руду, и контейнеры, то есть тогда это уже будет Юнибус, вот именно с точки зрения именно контейнеровоз. Так вот, друзья, приведу такую одну цифру, которая, не знаю, может кому-то показаться очень волшебной, вот, с одним человеком, с кем я обсуждал в Ганновере, так он почему-то ногами топал и кричал, что вы никогда не можете быть конкурентной железной дороги. Так вот, друзья, со скоростью 150 км в час даже та путевая структура, которая будет продемонстрирована в Марьиной Горке, может перевозить до 50 миллионов грузов в год. До 50 миллионов. Друзья, опять же, для не специалистов эта цифра ни о чем, а для специалистов понимают, что сегодня Транссиб везет 118 миллионов, то есть фактически вот эта легкая, ажурная, простая трасса может перевозить половину всего Транссиба, а по пассажирам больше. Так вот, друзья, сегодня в Марьиной Горке идет монтаж, это для тех болтунов, которые говорят, у вас там ничего не делается, у вас ничего не показывается. Так вот, друзья, мы показали действительно инновацию. Не, еще одна такая интересная фраза прозвучала, Рудхук ее как бы сказал, а он, там это обсуждалось, когда руководитель бразильской железной дороги поставил себе в заслугу, что он в поездах вел Wi-Fi. Вот, и из этого Рудхук пришел такую фразу, сказал, что, ну, друзья, если они на паровоз пытаются запихать компьютер и сказать, это теперь инновационный паровоз, он от этого не перестанет быть паровозом, он просто станет паровозом с компьютером, и все. Если вся инновация, что взять из области IT, что они сегодня сделали, компьютеры и Wi-Fi, и запихать в свой 50-летний паровоз давности, инновации, они от этого не становятся. И понимаете, вот это, друзья, как раз ключевой момент. А сегодня все видят инновацию в сфере транспорта, это запихать компьютер в паровоз. Так вот, соответственно, мы сегодня показываем новый концепт, новую инновацию в сфере вообще городских перевозок, это юнибусы, это в сфере перспективных индивидуальных перевозок и экологии, это наш юнибайк, который стал теперь юнибегом, и, соответственно, показываем новые концепты в грузовых перевозках и контейнерных, которые вытеснят абсолютно дальнобойщиков, и, соответственно, в перевозке сыпучих грузов, которые могут пролетами в 400 метров. Поэтому, друзья, это настолько сегодня важный момент. Дальше будет показана эстакада, где будет еще ряд концептов, и здесь, друзья, как раз начинает работать эко-технопарк, который постоянно будет показывать новые решения и из декларации переводить в демонстрацию. Естественно, что сам вопрос, мы не верим, что можно перевезти 50 миллионов, ну и что, никто не верил, что мы это сделали, никто не верил, что вы можете перевозить 300 тысяч пассажиров одной веткой. Это, друзья, все как раз демонстрация и демонстрация, и это будет двигаться шаг за шагом, это, друзья, есть работа эко-технопарка. Его сначала вопрос задекларировать, в большинстве случаев получить ответ, этого не может быть, а потом продемонстрировать все, когда сцент, ну это всем понятно. Потом следующая декларация и следующий ответ. Поэтому, друзья, после, я могу сказать, инотранса, все очень серьезные, особенно автомобильные концерны, сейчас стали посматривать логику, а что же такое юнимобиль и, соответственно, вот эта вот комбинированная система, что такое юнибайк, юнибэк, юнибус, какие пролеты, как это работает, почему такая энергетика. С учетом того, что сегодня все мировые концерны, я специально после выставки, сейчас Алексей покажет, сегодня все концерны разрабатывают электромобиль, но они, друзья, делают одну ошибку, одну общую для всех. Они пытаются автомобиль заменить электромобилем, они все пытаются сделать на первом уровне, и, соответственно, оставляя все недостатки, которые есть у автомобиля. Убрать эти недостатки можно только одним способом, уйти на второй уровень. Так вот, друзья, они еще думают, куда им уходить, а мы туда уже ушли. И, соответственно, наоборот, мы говорим, что если вы так хотите или есть потребность сделать теперь из Юнибега сделать еще Юнимобиль, мы сделаем платформу, поставим, и тогда наше купе будет ездить еще и как автомобиль. Хотя, сразу говорим, основные качества оно при этом потеряет, то есть оно станет уже таким же опасным, как автомобиль, оно сразу не будет автоматизировано, но с точки зрения как бы востребованности сегодня переходного периода, это, наверное, наверное, скажем, такой разумный шаг. Ну вот, друзья, давайте на основных концептах, то есть я еще раз я вам повторю, сейчас я говорил очень важные моменты, связанные с направлениями, именно стратегическими направлениями. То есть мы сегодня в мировой стратегической концепции заложили три новых концепта. И это не все, друзья, их будет еще и еще, и будет когда выход в 300 километров, в 500 километров, в 1000 километров, это все дальше, друзья, будет. Но, как принято говорить очень уважаемых людей, слона надо есть по частям, поэтому мы и так уже для начала сделали очень много, мы и так продемонстрировали очень много, поэтому, друзья, двигаемся дальше, теперь готовимся уже к следующим ходовым испытаниям, к следующим демонстрациям, и я не знаю, у кого есть еще сомнения, что мы это сделаем или мы не сможем это сделать, ну, друзья, на это я могу ответить, подождите, подождите какое-то время, ну, а для кого эти сомнения уходят, как вот для наших немецких партнеров, вы просто не представляете, какое количество у нас сейчас пошло заявок на инвестирование, заявок на приобретение акций, потому что немцы не понимают, что такое инвестировать 100 долларов, для них это непонятно, на 100 долларов можно пойти гамбургер съесть, пиво выпить, а если инвестировать, то тем более в расчете на какие-то дивиденды, в расчете на какую-то прибыль, то это должны быть серьезные инвестиции, и поэтому мы сейчас постоянно, у нас эта работа ведется уже не один месяц, дальше ее будем вести, и как раз инотранс в этом плане у нас очень серьезный такой рубеж, когда мы говорили, вот мы его ставили, вот мы его преодолели, друзья, мы идем дальше, поэтому если вы с нами, милости просим, если нет, подождите, ничего страшного, есть много людей, которые готовы сейчас идти, готовы подсоединяться, готовы дальше развивать проект, поэтому в принципе можете подождать полгода, год, два, потом с вами встретимся уже как пассажиры в Юнибусе в принципе тоже вполне нормальный подход, вполне нормальное решение. Ну все, друзья, я на этом передаю сейчас слово Алексею, в конце я как всегда буквально несколько сделаю анонс на будущее, вот, на вечернем вебинаре, наверное, скорее всего меня не будет, я тут опять в очередной раз вылетаю на встречу с инвесторами, поэтому Алексей, наверное, вечером будет, если я успею включиться с аэропорта, то я буду, если нет, ну тогда либо в записи, либо Алексей что-то мне подсказывает, он очень... Благодарю, Сергей Анатольевич, дорогие друзья, ну немножко своего мнения по поводу выставки на транс, по поводу того, в каком направлении мы движемся. В первую очередь хотел бы рассказать по случаю, действительно, который нас натолкнул на название Юнибэк, и раньше вот назывался Юнибокс, Юнибоксом тоже будет применение, на самом деле, потому что что такое Бокс? Это ящик. Соответственно, ящик, он для грузовых перевозок. Есть грузовые перевозки глобальные такие, то есть, как специализированные, так скажем, как продуктовозы, как в адресных проектах у нас будет применяться. И есть уже более массовые такие перевозки, грузоперевозки, ну потенциал, Сергей Анатольевич рассказал, то есть это может быть как половина вообще вот мощности загрузки Транссибирской магистрали, то есть это более 50 миллионов тонн в год. Ну, собственно, так подсчитали, если есть какие-то ошибки в наших расчетах, просим нас простить. И, собственно, вся эволюция транспорта происходит в том, что, применяя транспорт второго уровня и не влияя как-то на экологию, мы действительно можем, не строя железную дорогу первого уровня, не используя дальнобойщиков и грузовые автомобили, которые вы все прекрасно, я знаю, вот за себя, за жену, что очень сильно злишься, когда опаздываешь, допустим, в соседний город, на конференцию или куда-то, естественно, не всегда получается выехать заранее и плетешься вот за этим действительно кортежем составов дальнобойщиков. И средняя скорость у них не такая большая, с учетом того, какие ДТП происходят, с учетом того, в какие пробки вообще вот они нас гоняют и сами попадают. И это действительно примерно то же самое, как когда-то собственно перемещались на гужевом транспорте, а потом пересели на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания и паровозы. И сейчас современные железнодорожные составы и так далее и тому подобное. Что я увидел на выставке на Транс, так это обилие действительно рельсового транспорта, железнодорожного транспорта, но вся инновация заканчивалась на том, что действительно присоединили Wi-Fi, сделали какую-то оцифрованную среду, то есть планшеты, какие-нибудь может быть возможность проигрывания музыки, но все равно это не делает абсолютно ни беспилотные автомобили, ни железнодорожный транспорт нашим комфортным местом пребывания. То есть вот скоро Виктор опубликует свой доклад, с которым выступал на Министерстве транспорта Российской Федерации на одном из круглых столов. Эта вот вся история продолжается после экспертного совета, вы увидите такое понятие, как мобильность 4.0. Мобильность 4.0 в самом Берлине, столице выставки Иннотранс, к сожалению, и не пахнет, потому что когда мы выходили с выставки Иннотранс, то тысячи, тысячи людей соединялись в едином порыве зайти в проходящий Эшбан или Ашбан, то есть это метро, которое используется для эффективного перемещения по территории Берлина. Это действительно эффективное перемещение, могу сказать, по сравнению с перемещением на автомобиле, то есть иногда мы выбирали для более быстрого достижения пути назначения, Месса Берлин, естественно, был опорной точкой назначения, мы пропадали в пробках, и собственно, вот в Берлине три области, то есть это желтое, синее и оранжевое, коричневое, и собственно вот когда я узнавал насчет достопримечательностей в первые дни, когда приехал заранее, сказали, что вы вряд ли вообще в третью область попадете, потому что там не то, что уже какие-то далекие районы, просто транспорт туда ходит намного реже, и чтобы добраться уже в такой район, нужно ждать тот же аж бан 40 минут, и в такую ситуацию опять же мы попали с женой, когда возвращались на метровый аэропорт, то есть чуть-чуть изменился курс следования, из-за строительства нам пришлось выйти на остановки, и благо собственно поймали такси, потому что уже начались какие-то непонятные абсолютно районы, и вот транспорт второго уровня, чем вице-президент Симонс был поражен тем, что мы не конкурируя абсолютно, создаем дополнительную среду, дополнительную технологию для существующего транспорта, они не увидели в этом пятый вид транспорта, они не увидели в этом конкурентов, они не увидели в этом высокоскоростное направление, и это замечательно, дорогие друзья, потому что увидев нас конкурентов, Симонс, я думаю, предприняли потом определенные действия, но что я могу сказать, после посещения вице-президентом Симонс, из множества департаментов, то есть это три-четыре делегации приходили еще из Симонс, то есть крайняя делегация, мы уже хотели взять интервью, но человек отказался, не отдав визитку, то есть это откровенно был не то, что какой-то шпионаж промышленный, вы шпионите, ничего невозможно было, потому что все ноу-хау были скрыты, которые необходимо на сегодняшний день скрывать, не показывать, и было показано только то, что мы можем декларировать. Но, что я могу сказать, дорогие друзья, то, что подходили на стенд, естественно, губернаторы, то есть губернаторы, с которыми были запланированы встречи, это вице-мэр Самарской области, это вице-губернатор Челябинской области, переговоры прошли замечательно, и, собственно, вот по встречам этих двух представителей власти произошла интересная ситуация, что вообще с наложением произошли встречи, был огромный аврал, постоянно возле стенда было огромное количество людей, совершенно различных, я точно знаю, что прямо на выставке совершались инвестиции, то есть буквально люди уезжали в свои отели, инвестировали там, кто-то желал, допустим, подать вообще наличными на выставке, но, естественно, мы сказали, что есть личные кабинеты, есть схема финансирования, есть юридически упакованная и финансово защищенная схема, то есть действуйте, пожалуйста, по ней, но ажиотаж был неимоверный, то есть очень много знакомых лиц и незнакомых, и, собственно, если говорить про Рода Хука, про его концепцию, то, что он сказал, вообще до глубины души поразило, и, естественно, мы это расширили с точки зрения практикующих футурологов и так далее, но Род Хук сказал очень важную вещь, что, собственно, есть миллионы, десятки миллионов голодающих детей, и Австралия, это замечательная страна, где можно палку воткнуть, грубо говоря, и будет расти дерево, будет расти какая-нибудь ягода и так далее, то есть замечательно можно заниматься сельским хозяйством, действительно, благоприятные условия, чего не скажешь о близлежащих островах, то есть их более сотни, и с этих всех островов теоретически при внедрении концепции Skyway можно переместить людей, которые желают, соответственно, уже на территорию Австралии, которая в буквальном смысле этого слова большей частью своей пустует, и это действительно можно сравнить, дорогие друзья, со временами Столыпина, когда происходило переселение, великое переселение в Сибирь, и Австралия тому показатель, я думаю, будет, то есть человек фактически уже приближаясь к 70 годам решил и точно знает, каким образом совершить эту помощь тем людям, которые живут на островах, совершить революцию вообще и изменение ход истории Австралии, то есть такого на территории Австралии никто никогда не делал, и с помощью технологии Skyway это возможно. Если еще отмечать про интересные контакты, то невозможно предсказать, кто подходит к вам на выставке Inotrans. И я могу сказать, дорогие друзья, что были некоторые контакты, которые вот-вот уже уходили, но благодаря слаженной работе команды происходило то, что должно было произойти, то есть рождались адресные проекты буквально на месте, на стенде выставки Inotrans. и соответственно я могу назвать ряд стран, которые были сказаны уже в перископе, то есть это Филиппины, это Катар и другие страны, это различные острова той же самой Индонезии. Представитель Ирландии тоже был, с которым наш коллега Арманд ранее заключал, еще вот мы прорабатывали Сергеем Анатольевичем концепцию скайпарков, и собственно вот такие люди тоже присоединились к количеству посетителей на выставки Inotrans. Но самое главное для меня, как для человека, имеющего опыт с 2011 года в построении сетей в различных проектах, действительно посетили миллионеры и я даже не засомневаюсь, если это миллиардеры этой сферы. То есть очень серьезный партнер Крис, я не буду раскрывать его имени, но это тот человек, который имеет ряд финансовых компаний, учреждений, и когда человек такого уровня фотографируется один, просто не то, что возле Unibike, возле стендом, а за самой трибуной, откуда мы давали информацию, давали брошюры, журналы, то есть тот, кто умеет разговаривать по-английски, всеми силами старался помочь выставке. И что меня поразило, дорогие друзья, то, что я имею большой опыт в участии в выставках по своему роду бизнеса, который вот у меня собственный бизнес, агентство языковых переводов, я никогда ни у каких компаний не видел таких воодушевленных и идейно вдохновленных волонтеров. и волонтеры, я могу сказать, абсолютно бесплатно работали, не погладая рук, и в качестве волонтеров был и я, и Сергей Анатольевич, то есть это те люди, которые горят за идею, и даже те, кто знает английский, приезжал со стран в тот или иной день, разбираясь технологией Skyway, помогал объяснять, потому что огромный поток, вы видите, собственно, это далеко не лучший пример, ну, было и по 200 человек на стенде, то есть буквально вообще нигде было не протолкнуться, и Unibike полюбился всем абсолютно, Unibike расстаивал сердца тех, кто сурово так вначале относился, то есть это к ряду губернаторов относится, и действительно это было показательно, показательно Руслан Усманович Гатаров, с которым были проведены переговоры, и сейчас мы движемся к заключению рамочных соглашений как с Самарской областью, так и с Шелябинской областью, как, собственно, свершившийся факт, мы обязательно вам скажем, когда это произойдет, но все движется в этом плане хорошо, Руслан Усманович действительно сделал то, что подытожило эту выставку, и на этом можно было вот именно информационно, эмоционально лучше и не передать, то есть спросили Руслан Усманович, ну вот сейчас вы видите перспективы в этом проекте, Руслан Усманович Гатаров сказал, что вот как бы год назад мне рассказывали об этом проекте, но вот это и постучав по Юнибайку рукой действительно убеждает, то есть это действительно убеждает, дорогие друзья, и не было скептиков вообще, кто приходил, скептически относился, кто хотел найти у нас какие-то недочеты, какие-то недостатки, они уходили в смятение, я думаю, в желание стать инвестором, потому что естественно партизански мы общались и никак напрямую не говорили насчет инвестиций и так далее, но чувствовалось у людей, что они желают теоретически стать участником этого проекта и как-то помочь этому проекту. Если говорить про зеленый пол, то тут вообще Сергей Анатольевич и я не были в курсе, что это абсолютно инновационный зеленый пол, и это то, что мы скрывали на вебинарах тщательно, и я не знал, Сергей Анатольевич не знает, знал или нет, но я когда зашел, мне чисто эстетически было очень приятно находиться в Юнибусе, потому что это напоминало мне прогулку по парку, по лужайке, а пол выполняет недалеко только эстетическую функцию и дизайна функцию, это также и подогреваемый пол, то есть он будет работать при любой погоде, это сэндвичная панель, и соответственно вот это тоже ноу-хау, то есть вплоть до мелочей, от потолка до пола везде подразумевается инновация, я не успел погулять дорогие друзья, потому что не было физически времени по стендам, не сходил на Hyperloop, но мне абсолютно достаточно того, что рассказывал Михаил Кириченко в репортаже, то есть обязательно посмотрите, потому что это стоит того, и это показывает весь потенциал вообще на тот момент стенда Hyperloop, что покажут они в следующем году, либо через два года на выставке и на транс покажет время, ну а мы в тот момент уже, я думаю, будем представлять высокоскоростное направление, и тогда уже нам нужно в весовой категории быть готовыми, что конкуренты нас заметят, но насколько было правильным выбрано стратегия Анатолия Эдуардовича Юницким, то, что мы сейчас, да, готовятся фермы, готовятся фермы для основной вот совмещенной на двух уровнях высокоскоростной городской пассажирской трассы, но насколько правильная стратегия была выбрана, что сейчас мы демонстрируем действительно уникальный случай, то есть возможность перемещения и выдерживания нагрузок как от легкого прогулочного, так и от городского пассажирского транспорта по опорам, которые вот у нас Сергею Анатольевичем ранее такое мнение рождалось и мы всегда сравнивали, когда по МКАДу Сергей Анатольевич перемещался, вот собственно, вот она инфраструктура, фонарные столбы, заменить их на наши Г-образные опоры, соответственно, с возможностью освещения, вот вам готовая инфраструктура, если касается Берлина, дорогие друзья, то Берлин весь усыпан вообще вот трубами водопровода, которые поднимаются над землей, над поверхностью, и это тоже показывает, что инфраструктура в Берлине найдется для транспорта второго уровня. Не так много земли мы отнимем, но какой аккумулятивный положительный эффект даст применение этой технологии. И, собственно, подытоживая, я могу сказать, что уже когда возвращались на такси в аэропорт, то есть, когда поймали его при пересадке в метро, зачем вообще вот мы ездили на метро, когда можно было проехаться на такси, для того, чтобы почувствовать инфраструктуру и для того, чтобы в будущем уже доносить на конференциях берлинцам, ганноверцам, жителям Дюссельдорфа и других городов, потому что это был неимоверный толчок и неимоверный заряд для мощного, бурного начала развития инвест-проводящей системы. Она уже начала развиваться, то есть, неплохие инвестиции привлекаются, но я не могу представить себе, насколько вообще увеличится поток инвестиций после выставки инотранс непосредственно в Германии, непосредственно в Австрии. По традиции уже сложившийся и дающий результат, первые инвестиции уже прошли. Мы с Сергеем Анатольевичем, либо я один, 15-го числа в Бадзальдзуфлине, то есть, это под ганновером, традиционная презентация о технологии Skyway. Также я буду рассказывать о результатах инотранс, но, дорогие друзья, что мы должны помнить, что мы сейчас закладываем вообще вот основу нашей концепции IOS. Чтобы понимать, на прошлом вебинаре я объяснял, что такое концепция IOS. Это то, что сложно скопировать, это то, что максимально защищено, это то, что уникально, эргономично и инновационно. Это наша путевая структура. Это наша путевая структура, в том числе, возможная для легкого прогулочного, спортивно-экскурсионного и городского пассажирского транспорта. И многие специалисты подходили, намеренно спрашивали, а вот эти два подвижных состава, наверняка у них будет разная путевая структура, колея-то вообще подходит, вообще опоры и так далее, вы наверняка разные. Я говорю, нет, это абсолютно заменяемые на одной и той же путевой структуре подвижные составы. И действительно, удивление было у инженеров, у специалистов технических широкого профиля, достаточно серьезно и крайне большое. Уходили они уже с буклетами, с брошюрами. Ну, а мы, дорогие друзья, уехали с выставки инотранс в полной уверенности, be confident, так скажем, по-английски. Дрот Хук очень часто использовал это слово. И мы действительно уверены, если были на 100% уверены, сейчас уверены на 1000% и готовы передать этот заряд уже на следующих конференциях Skyway, Skyway Capital во многих регионах мира и, естественно, Российской Федерации. Но я могу сказать, дорогие друзья, вот то, что я увидел, то, что я прочувствовал в первый день, когда не ожидаешь вообще вот насколько тебя ожидает инновация, это действительно стоит многого. То есть, это эмоции, которые просто не повторятся в жизни больше никогда. И, как я обещал, дорогие друзья, естественно, я обнял Unibike, то есть, без этого не обошлось. И, что я могу сказать, это стоит увидеть вживую. То есть, на всех выставках, где будет присутствовать Unibike, где будет присутствовать Unibus, а такие выставки будут, где, если вдруг будет принята концепция Unimobile, появятся наши машины, это ваш звездный час. Приглашайте туда максимум инвесторов, максимум потенциальных людей, которые заинтересованы хотя бы посмотреть, что это за технология, потому что это лучший способ, лучше я не могу представить. Ну и в завершении, вот слева Крис, как раз в Financial Future выйдет статья про Skyway. С Крисом мы договорились уже на английском будет обзор футурологии на базе технологии Skyway. Ну и естественно самым главным футурологом и самым главным визионером является Анатолий Эдуардович Уницкий. И это наверное все визионеры вместе взятые, поэтому все, что в голове Анатолия Эдуардовича заложено, так как собрано было научно-производственное конструкторское предприятие в 2014 году, еще то сейчас все воплощается в жизнь и совсем скоро это все поедет. Чему мы несказанно действительно рады и этого невозможно отрицать. Кто это будет отрицать? Ну, друзья, я могу сказать, что просто глупые люди и сегодня то, что видите вы на слайдах и не увидели вдруг например вот на самой выставке это железобетонные аргументы. Если у нас раньше был железобетонным аргументом строительства, различные доводы, тезисы, то, что нас MBA компания очень серьезная инфраструктурная в Австралии признали не то, что дееспособная одной из самых эффективных. Михаил Орлов президент международной академии ТРИС также признал нашу технологию самой эффективной и так далее и тому подобное аргументов масса. Но самое главное и Руслан Усманович это сказал вот это действительно постучав по юнибайку заставляет задуматься и поверить. Собственно вот такие вот мысли дорогие друзья. Сергей Анатольевич если вам есть еще что-то сказать то прошу если нет то до скорых встреч на следующих вебинарах дорогие друзья. Спасибо Алексей Спасибо Алексей Ну друзья тут мне оттуда же пишут что-то какой-то невеселый совсем. Нет друзья все нормально очень выполненная работа просто устали действительно так мы только позавчера все прилетели а сегодня вечером опять полетаю уже на встречу с инвесторами на следующей неделе опять потому что график такой очень интенсивный вот оно того стоит поэтому несколько друзья за один час конечно невозможно и все мысли которые сейчас есть и тезисы которые сейчас рождаются и то что мы должны с вами рассмотреть как Skyway вот тоже невозможно все это вместить ни в час ни в полтора ни в два вот поэтому сейчас уже просто по анализу мы будем ряд вещей рассматривать там ну вот допустим там такие акценты вот как сейчас Пол Алексей упомянул что у него есть несколько задач то есть у такого рода машин это прежде всего крепкость поэтому Юницкий попросил провести эксперименты туда там 17 человек еще и подпрыгнули для того чтобы показать что вся эта сэндвичная конструкция надежда он задает вопрос а почему он зеленый почему бабочки на нем рисуют это тоже друзья во первых когда вы едете в метро одно у вас там черный пол и соответственно все гремит и так далее у людей каустрофобия а когда находится наверху полная тишина то если черный пол то будет ощущение что вы на большой высоте зеленый пол он играет роль то что человек успокаивается потому что он видит рядом землю и ему не так высоко и сам чтобы не потому что все таки даже 3-5 метров высота иногда он будет выходить на более высокую высоту и 40 и 50 метров это все таки большая высота поэтому чтобы не вводить вот введена такая очень оригинальная решение поэтому там много есть еще таких решений мы будем их все рассказывать вам пояснять говорить то есть но основное что сейчас можно сделать что вот этот бенефис инженерной школы бенефис концепции Skyway которую создал и запустил именно белорусский сейчас уже инженер Юницкий вот соответственно и этот бенефис состоялся это показ это демонстрация это заявка это реально большая ответственность и дальше это естественно друзья и по тем правилам и той соответственно системы которую мы организуем что это как промежуточный этап для всех кто уже с нами что мы показали вот мы до этого дошли и сделали это хороший этап дальше это привлечь интерес таких людей как вице-мэр Самары Владимир Сластенов как вот Руслан Тагиров то есть тоже такой не последний человек очень интересный в нашей стране который сказал приеду смотрю там Сименса специалисты вплоть до первого вице-президента и вице-премьера Филиппин который сказал что будем менять всю концепцию транспорта Филиппин исходя из того что когда увидим как это все поедет и сказал тоже такую интересную фразу что мы сюда приехали искать что-то новое и поняли что мы искали вас ну давайте дружить как говорится домами вот соответственно все разом рассказать и показать невозможно будем еще акцентировать на чем-то внимание но то что сегодня Юнибайк который после инотранса трансформировался в Юнибек который аккумулирует в себе все инновации которые может быть и это станет транспортом 21 века в этом нет уже никаких сомнений то что сегодня Юнибус который является фактически городским лифтом и транспортом второго поколения который может решить все сегодняшние проблемы с пробками и с недоступностью территорий вот это друзья как раз тоже такой важный то что сегодня уже показана система что это же легкая система может и перевозить там десятки сотни миллионов тонн груза это тоже друзья очень серьезно ну а дальше уже говорим что когда идет монтаж и уже показывали и заливка анкерных опор и конечных станций и под более большие объемы сыпучих грузов и под скоростную систему тоже более то есть это все говорит о том что друзья это в развитии то есть на сегодняшний момент мы говорили мы дошли до этого этапа и мы идем то есть дальше мы обозначаем мы придем к следующему этапу к следующему и у этого процесса есть начало и оно уже положено идет но не будет никогда конца поэтому сдвигаемся и друзья конечно всегда у наших скептиков будут какие-то аргументы чтобы сказать что этого не будет этого не может быть вот а мы друзья все в основном конечно мы отвечаем не для скептиков мы отвечаем Для заказчиков, для инвесторов, для тех, кому эта технология нужна, что мы движемся, развиваемся, мы дошли до этого этапа, дойдем до следующего и так далее. Поэтому, друзья, как у нас говорят, следите за нашим каналом на Ютубе, не буду повторять Михаила Кириченко, но, друзья, когда 200 человек, в прямом эфире, когда было включение с Минска, Анатолий Дарча, с кабинета, 200 человек, нам весь этот павильон закричали «Строй Skyway, спасай планету», к нам подходят потом менеджеры соседних павильонов, говорят, что у вас здесь такая организация, что это такое, непонятно, вы здесь что делаете? Да, он машины электрические продает. Они говорят, да мы тоже продаем электрические машины, но у нас там вообще никого нет. Если в первый день они еще очень ревностно относились, что кто-то из наших сидит на креслах, там везде павильоны с креслом, с баром, с кофе, с печеньем, с орешками, вот как у турок у нас рядом, Дуримар была компания. Вот, соответственно, первый день они еще не заходите, не садитесь, все, то второй, уже особенно третий день, когда у них пустые стенды, когда никого нет, а у нас тут толпа ходит ютиться, они говорят, ребят, вы заходите к нам, вы садитесь, вы это, то есть у них вот тогда таким образом есть или не отчетность, но во всяком случае видимость, что их технологии тоже как-то востребованы. Поэтому мы были по всем соседним стендам, и Кавасаки, и Хитачи, вот, и когда уже вебинар закончился, наши ребята техники все еще, Сименс каждый вечер там делал джазовый концерт, сосиски, пиво наливали они там, виски, вот, поэтому наши ребята туда пиво попить, так сказать, хорошее немецкое, настоящее, вот, поэтому это Сименс, они завлекали этим. Мы завлекали только технологии, мы привлекали только изготовленные машины, мы показывали только то, что мы сделали, и я думаю, что ни у кого не возникло сомнений, сейчас вот пройдет по рейтингу, вот, которые они, именно стенды, запомнишь, там идут нескольких номинаций, то есть специалисты, когда ходят, отмечают, зрители, когда ходят, отмечают, и жюри, когда там по определенным. Так вот, у меня никаких, друзья, сомнений нет, что в топ-60, которые они поставили, то есть 60 стран, и это самое, что мы обязательно попадем, вот, и я думаю, что даже будет и выше, чем топ-60, потому что интерес, такого интереса, как к нам, как к тому, что сделала команда, как к тому, что сказал Юницкий, конечно, такого, такого ни у кого, нигде не было. Вот, это начало, друзья, мы к этому готовились, вот, это большая проделанная работа, и это очень-очень серьезный результат, который добились, и дальше, друзья, конечно, будет впереди нас ожидает только новая и новая работа, и только новые и новые рубежи, поэтому, потому что, как вы понимаете, объем работ возрастает, значит, объем инвестиций необходимо постоянно возрастать, идет изготовление уже следующих машин, вот, это тоже, друзья, все очень большая, большие инвестиционные затраты, поэтому нам с вами, как инвестпроводящей системе, нам с вами, как партнерам, надо еще работать, и работать, и работать. И тот час, когда, тут много задают вопросов, когда придут, когда закроют, когда дивиденды, друзья, вот, дай бог нам дожить до этих проблем, потому что нам сейчас надо решать следующие проблемы, следующие проблемы, именно с текущим финансированием, с текущей работой, нам нельзя остановиться не на секунду, вот, и такие моменты, как в Берлине, конечно, они приятные, когда признание, когда интерес большой, но это все, друзья, результат сложнейшей и мощнейшей работы, которую еще надо и надо делать. Ну вот, друзья, давайте движемся, значит, теперь у нас перископ мы включим, наверное, мы будем в Вене и в Братиславе, вот, и с Виктором и с Алексеем, вот, сегодня я просто забыл включить перископ, потому что так он мне, честно говоря, поднадоел за вот эту вот берлинскую выставку, но, так как я обещал, что будут прямые включения, будет освещение, то есть я думаю, что те, кто следили за нами, смотрели, это действительно очень полезно, когда сам ходишь, сам смотришь, вот, поэтому работа была, ну, сегодняшний вебинар, тот, кто смотрит в перископе, могут посмотреть в наших чатах, ничего страшного нет, вот, а в Братиславе и в Вене у нас будет уже ряд таких интересных моментов, связанных уже с практической работой с инвесторами, вот, то есть это уже очередная, друзья, работа, и тут задают вопросов много, вот, наши вот эти поездки, дают они результат, да, друзья, я могу сказать, что недалек тот час, когда, ну, половина процентов, мы уже давно перешли, что половина сегодня инвесторов, это уже с Европой, с Америки, с Канады, вот, но с теми темпами, как они растут, что этот проект, с точки зрения именно инвесторов, все больше и больше становится уже европейским, потому что по объемам финансирования европейских инвесторов все больше и больше и как они подходят, ну, и, соответственно, друзья, он давно уже перестал быть чисто каким-то принадлежностью к одной национальности, вот, у нас, ну, то есть там 82 страны сегодня инвесторов, которые участвуют в проекте, соответственно, объем инвестирования тоже постоянно и постоянно увеличивается, потому что идет объем именно положенных инвестиций, растет, вот, и это абсолютно закономерно, абсолютно правильно мы считаем, единственное, что, как мы говорили, наверное, ни у кого не вызывает сомнений о том, что сегодня именно ЗАО «Струнные технологии» и «Экотехнопарк», они представлены как белорусской стороной, и это, друзья, абсолютно заслуженно, что это теперь считается белорусская компания, белорусская технология, вот, то есть наша компания, она международная, вот, и я могу сказать точно, какая страна не может претендовать на название технологии, что у нее не было шанса, чтобы эта технология не называлась литовской, вот, у Литвы был шанс, и это страна, которая этот шанс просто уникально потеряла, поэтому литовская технология больше не будет называться никогда. В России тоже были свои приключения, тоже были свои, так сказать, строился тоже здесь испытательный полигон, тоже пока эта технология называться российской не будет. Еще много задают вопросы, когда будут первые проекты в России, вот, пожалуйста, вот Руслан Гатаров, это вице-губернатор Челябинской области, очень влиятельный человек и в области, и в стране, вот, очень заинтересовался проектом, будем делать, будем смотреть, поэтому все шансы и в Самаре, и в Челябинске, дальше у нас приедет в скором времени делегация Челябинска и Екатеринбурга совместно, вот, это, 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 это вся работа, друзья, идет, и она даст, даст, даст обязательно свой результат. Ну, а то, что Алексей уже говорил, просто этот хит у нас уже стал этого инотранса, когда Руслан уже вставал из юнибайка, вот, и ему сказали, что, а, он говорит, год назад мне показывала женщина, вот, и она меня не убедила. И я ему такую язвительную фразу, я говорю, ну, а мы-то тебя сейчас убедили, мы более убедительны, вот, я просто Алексея так более подробно это скажу, он уже упоминал, так вот, Гатаров сказал, очень интересную фразу, он говорит, вы нет, по юнибайку постучал, говорит, а вот он да. Ну, так что, друзья, будем двигаться, что, будем больше и больше создавать таких машин, больше создавать это, когда это все, всех будет убеждать, и настанет то время, когда убеждать уже никого не надо будет, все будут только, только за, и, соответственно, только вперед участвовать в этом проспекте. А пока, друзья, мы пока движемся, работаем, и нам еще много-много надо сделать, и построить, как вы говорите, и показать сначала первые опоры, первую путевую структуру, дать первые скорости, первые пролеты, потом эта скорость должна быть, потому что нам же скептики дальше будут говорить, а вот у вас скорость там 50, а вот что будет при 100, а что при 200, а что потом при 500, вот, им всегда найдется, что говорить, потому что они же языком молоть у них это не зажавеет, я всегда задаю вопрос, мы-то покажем, а вот вы возьмете на себя ответственность, или что вы сделаете, когда мы покажем? Ну, это, друзья, всегда остается без ответов, это, к сожалению, удел всех такого рода деятелей. Ну, все, друзья, это я не то, что заканчиваю на такой пессимистичной, ну, это у нас очень оптимистичное, очень хорошее, просто мы должны об этом помнить, и еще один момент, который вот мы говорили, что по конкуренцию, что когда нас именно увидим и делаем, что возникнет новые этапы, сейчас я могу сказать, инотранс прошел практически идеально, потому что мы ориентируемся в основном на гиганта, на лидера в этой отрасли, это Сименс, вот, вице-президент Сименса смотрел, сказал, что очень хорошо, мы с вами абсолютно находимся в разных технологических платформах, и я с большим удовольствием буду смотреть, как вы будете развиваться, приеду, поэтому здесь, друзья, мы сделали очень хороший шаг, нас заметили эти компании, но с точки зрения именно конкуренции городским сегодня транспортом, метро, Сименсовским системам скоростной, мы пока не составляем, это, друзья, очень-очень хороший такой момент, и следующий вопрос, который очень активно развивается, и который создал именно новое направление, это наш ЮНИБЭК, это то, что он объединяет всех, вот ЮНИБЭК действительно сегодня втянет все новые разработки, начиная от интеллекта, искусственного интеллекта, и кончая всеми видами новых материалов, всеми видами аудио-видео систем, всеми видами массажеров, ароматизаторов, вообще, мы даже сейчас не можем сказать, какие виды, вообще, решения будут приниматься в нашем персональном пространстве, одно я могу сказать, что, наверное, очень и очень много, и каждое такое решение, оно будет только увеличивать его потребительское качество для нас, как пользователей, именно нашими ЮНИБЭКами. Ну, все, друзья, давайте до новых встреч, вечером, скорее всего, Алексей будет один, потому что я улетаю чуть раньше, Алинка присоединяется завтра, поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, всего доброго. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами на выставке в Берлине и на Транс, и первое интервью для вас, такое уже более-менее развернутое, даст человек, которого не нужно представлять, Род Хук, директор нашей австралийской компании. Род Хук говорит, что очень волнительное событие быть вместе с нами и с вами, естественно, в Берлине. Род, how do you like the first day of the exhibition? Well, I think it's mind-blowing, actually. So many people, 2,700 exhibitors, there are so many people out there trying to sell products. I've been to the opening ceremony, they're talking about the need to be innovative, be environmentally friendly, be energy efficient, all the things that Skyway is, so to then come to the stand here, and I have seen the slender beam structure, to now see some of the rolling stock being unveiled is particularly...